В середине августа в Хейлунзиане состоится всемирная конференция 5G. Сегодня давайте посмотрим, как технологическая компания Хуэйда, участник конференции, установит цифровой движок для сельского хозяйства с помощью научных исследований и инноваций. Хейлунзианская технологическая компания Хуэйда была создана в 2009 году. В результате многолетних исследований была разработана интеллектуальная система обнаружения. Местоположение машин, информации рабочих, название кооператива и статусы сельскохозяйственной техники отображаются на платформе управления. А это нововведение было признано Министерством мастерского хозяйства. Технологическая компания Хуэйда традиционно занималась исследованиями и разработками. И более правильная команда из 500 человек – это сотрудники отдела исследований и разработок. Мощная техническая поддержка позволила компании Хуэйда достичь лидирующего положения в отрасли проектирования интеллектуальных и терминальных систем, технологий автономного вождения на основе навигационной системы Бейду и технологий беспротных редательных аппаратов. В то же время, поскольку цены на продукцию компании составляют менее 1,5 цен аналогичной импортной продукции, продукция Хуэйда постепенно заняла ведущие положения на рынке. В настоящее время продукция Хуэйда охватывает 30 армистративных районов провинционального уровня по всей стране, объединяет более 28-10 кооперативов, управляет более чем 100 тысячами единиц и сельскохозяйственной техники и оборудования. Туре интеллектуальных терминаров и сельскохозяйственной техники в стране, произведенных компанией, превышает 70%. Компания завоевала звание нового специализированного вкручевого предприятия национального уровня «Марнгий Кикант» и получила приглашение на всемирную конференцию 5Ч 2022 года. 5Ч – очень важный образ титра развития цифрового сельского хозяйства. Что мы хотим сделать? Так это реализовать применение оборудования в сельскохозяйственном производстве, одновременно ускоряя состояние платформы интернет-вещей и расширяя производство сельскохозяйственного оборудования интернет-вещей в сельском хозяйстве. Продолжение следует...